Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье. Уникальные достижения израильских ученых, ну не совсем ученых, по выращиванию марихуаны в уникальных условиях. Израильская полиция накрыла подпольную лабораторию по производству, по выращиванию марихуаны, которая находилась под землей. Причем размеры этой лаборатории поразили даже видавших виды израильских полицейских. Площадь составляла примерно полтора футбольного поля. На связи с нашей студией пресс-секретарь израильской полиции майор Михаил Зингерман. Михаил, добрый вечер, здравствуйте! Добрый вечер! Как удалось вообще раскрыть эту лабораторию юных мичуринцев, которые в таком масштабе, подземная лаборатория, пожалуй, это впервые в Израиле встречается. Не знаю, как в мире. Может быть, там в Латинской Америке это норма, но у нас это вообще уникальная ситуация. Уникальная находка, чуть не сказал. Вы знаете, это не впервые. Были такие случаи, но такого размера, конечно, не было никогда. Да, это действительно первый раз. То есть размеры больше, чем футбольное поле, представляете? Естественно, конечно, оперативная информация. Оперативная информация, которая поступила довольно серьезный промежуток времени назад. И примерно, можем сказать, что это, да, примерно год. И примерно именно в это же время началась работа полиции, началась скрытая работа, следственная, оперативная, естественно, технологическая. Мы поняли, что происходит там под землей, причем это примерно где-то 6-7 метров под землей происходит строительство и содержание определенной лаборатории, в которой выращивался каннабис, марихуана. Огромное количество, то есть мы, полицейские, на тот момент не представляли себе, какие размеры. Действительно, что речь идет об огромных, просто огромной территории, но понимали, что происходит определенное действие. Поэтому велась очень серьезная скрытая оперативная работа над этими ребятами, которые этим занимались, налаживанием работы этой лаборатории, строительством и так далее. О чем речь? То есть на определенной довольно пустой территории, а речь идет о территории, которая принадлежит одному из крупных городов, самых крупных городов Израиля, это город Решон-Лицион, там в определенном месте, на открытой территории находился контейнер. Обычный такой контейнер, вагончик. И в этом контейнере была внизу проделана дыра, яма, которая вела на глубину где-то 6-7 метров. И когда полицейские спустились уже туда, там мы увидели просто настоящее жилье, обычное жилье, то есть и холодильник, и определенная кухня, и мебель необходимая, и продукты. Это было необходимое количество продуктов для того, чтобы люди могли там жить и существовать. И дальше, когда уже открылась оттуда дверь, огромная просто территория, которая была усеяна и просто засажена, усажена огромными количеством кустов, кустарников, каннабиса, марихуаны. Я вам скажу, что речь идет о практически полтонны, половина тонны каннабиса. Это же потрясающее инженерное сооружение, вы понимаете? Это же не просто яма, что значит яма? Там было электричество, вентиляция. То есть этим бы ребятам поручить строить метро, вот это Тель-Авивское, которое не видно конца, весь город стоит. Они вот такую вот освоили, такое сложное техническое сооружение. Это сложное, скажем так, в кавычках, не особо сложное. Ну как? Это уже понятное для всех, огромное количество и таких лабораторий мы и конфисковали, и всем этим занимались. Здесь, конечно, идет речь о том, что территория, территория огромная, и нужно было задействовать, конечно, очень большие средства. Поэтому мы прекрасно понимали... Как они это рыли вообще, когда на глазах у всех. Задействовали крупнейшие преступные группировки. То есть без крупной преступной группировки, без помощи крупной преступной группировки, без финансовой помощи, без поддержки. Здесь, конечно, это не могло просто-напросто существовать, не могло состояться. И, естественно, и прибыль, которая должна была по планам этих преступников, прибыль, которую должна была принести эта лаборатория, она должна была, конечно, по всей вероятности, была бы огромной. И должна была приносить огромную прибыль преступной группировки. То, что я хотел сказать и начал говорить, спустились полицейские на глубину, представляете, 6-7 метров, и увидели вот такое огромное поле. Полтонны каннабиса, марихуаны, причем стоимость этого всего, того, что там выращивалось, оценивается примерно в 15 миллионов шекелей. То есть 15 миллионов шекелей – это около 5 миллионов долларов. Представляете, какая огромная сумма. И то есть это нужно было впоследствии все продавать, все это задействовать. Семеро подозреваемых, которые причастны к выращиванию этих наркотиков, к созданию этой лаборатории, они арестованы, им продлен арест. И следствие велось с Центральным следственным оперативным управлением Тель-Авивского округа, Ямар. И сейчас, буквально вчера, вчера утром, скрытая фаза следствия была завершена. Она была переведена уже в открытую фазу. Сейчас ведутся допросы, ведутся остальные следственные действия. Я думаю, что в ближайшее время будет подано убедительное заключение. Во всяком случае, действительно, необычное совершенно дело, огромная территория, больше, чем футбольное поле, которое было усеяно марихуаной. Михаил, ну вы знаете, можно дать небольшой совет израильской полиции? Чисто, так сказать, маркетинговый. Сделать там музей и возить туда людей на экскурсии. Вы понимаете, вы сможете, так сказать, отбить расходы на всю эту дорогостоящую операцию в течение года, значит, пока вы отслеживали и, так сказать, разрабатывали этих преступников. Это же замечательно. То есть, я думаю, будет такая очередь вообще записаться в экскурсию на подземную лабораторию. Да, вы знаете, работа там, конечно, была проведена огромная. Огромная те люди, которые там содержали эту лабораторию, там находились, конечно, пришлось им всем вместе серьезно очень поработать. Но оперативная информация, конечно же, в полицию поступила, вы прекрасно понимаете. Полиция работает, тем более израильская полиция, очень серьезная технологическая оперативная служба. И мы, конечно же, начали добывать улики, начали работать скрытым способом. Причем, вы знаете, могут задать сейчас много вопросов. То есть, первый вопрос, конечно, который задается, и это важный вопрос, или велась уже торговля наркотиками из этой лаборатории, или были уже готовы наркотики. И я вам скажу так, что мы пресекли моментально, то есть, в то время, когда работа по созданию... То есть, когда созрел первый урожай, вот тут вы и явились, да? Она была уже закончена, в то время, когда мы уже знали по нашей оперативной технологической информации о том, что буквально уже в ближайшее время будет начата работа и преступная деятельность этих ребят, которые там находились по торговле и по распространению наркотиков, то моментально это следствие перешло уже в открытую фазу. Были произведены аресты, были произведены задержания и, конечно же, конфискация всего того, что находилось в этой лаборатории. Второй вопрос, который может быть задан, это что полиция делает с этим материалом, то есть, со всем тем, эти полтонны наркотиков, каннабиса, который был там захвачен, конфискован, это по закону нашей страны, это уничтожается, это подлежит уничтожению и таким же образом это будет уничтожено. Послушайте, ведь каннабис же есть, медицинский каннабис, зачем уничтожать-то? Его же можно на медицинские цели отправить? Естественно, опять же, я же сказал, этот вопрос возникает, поэтому он возникает, этот вопрос. Ответ однозначный, это все подлежит уничтожению. Жалко. Ну, можно сказать, что израильская полиция... Все, что приобретено таким преступным путем, все, что сделано, тем более наркотики, это все конфискуется и все уничтожается по закону Израиля, по закону нашей страны. Ну, можно сказать, что израильская полиция ребятам кайф обломала, в прямом смысле этого слова. Ну, вы знаете, да, вы совершенно правы, я понимаю, конечно, это в кавычках. То, что я говорил, это о том, что действительно это было задействовано и было финансировано все очень серьезной преступной группировкой, которая вложила определенную сумму денег и которая затем хотела иметь очень серьезную от этого прибыль. Это было, естественно, пресечено. Это огромный, очень серьезный удар, который нанесла израильская полиция по организованной преступности. И в таком же духе, конечно, мы продолжаем и будем продолжать дальше действовать. Михаил, поступили сегодня сообщения, в частности, вот на телеграм-канале полиции, о том, что на севере страны из убежища для женщин, подвергающихся насилию в семье, была похищена женщина, но через какое-то время полиции удалось выйти на след похитителей, и женщина была освобождена. Расскажите об этом случае, пожалуйста. Да, вы знаете, драматический случай. Просто вчера вечером развивалась на севере страны драма, которых много таких драм нет. То есть получили мы сообщение на дежурную часть 100, позвонили несколько женщин, которые сообщили о том, что похищена их знакомая, похищена, причем эта знакомая женщина была из убежища, в котором находятся женщины, пострадавшие от семейного насилия на севере страны. Можем сказать, что это женщина арабской, мусульманской национальности. Была получена нами индикация об автомобилях, которые были причастны к похищению этой женщины. Моментально, конечно, были брошены огромные силы полиции, были задействованы вертолеты. И я вам скажу, буквально через полчаса были обнаружены эти автомобили. Один автомобиль был обнаружен на въезде в населенный пункт Арабский Туран, и второй автомобиль был обнаружен на въезде в населенный пункт Мрар. Также арабские. Огромные силы полиции, как я уже сказал, были задействованы, были остановлены. Эти оба автомобиля была найдена женщина. Женщина находилась в одном из автомобилей, причем она, конечно, находилась в тяжелейшем состоянии. Она плакала просто, рыдала. И было арестовано четверо подозреваемых. Причем, кто эти четверо подозреваемых? Это родные братья этой девушки, этой женщины, у которых было найдено оружие. То есть было найдено оружие и винтовки, и пистолет. И они выкрали свою сестру из этого убежища. И они арестованы. Им продлен арест сегодня в мировом суде на севере страны до 19-го числа. Следствие продолжается. Действительно, драматическое, драматическое происшествие. Успели мы все-таки смогли спасти женщину, которая, по всей вероятности, была в очень серьезной опасности. Ну что ж, здорово, что полиция так быстро сработала. И у меня такое подозрение, что если бы все не произошло так быстро, то последствия могли бы быть очень драматическими. Мы, к сожалению, все чаще и чаще слышим о так называемых убийствах за честь семьи. И, судя по всему, намерения у этих ребят были весьма и весьма серьезные. Ну, вы совершенно правы. Вы понимаете, дело в том, что уже в результате первичного следствия мы выяснили, что эта женщина, она находилась именно в этом убежище. Из-за того, что эти братья ей угрожали. Она не могла жить в своей семье, не могла находиться вместе с братьями, они угрожали ее жизни. Потому что, скажем так, я не могу обо всем говорить, но, скажем так, она хотела вести совершенно другой образ жизни. Образ жизни, который является отличным от того, от тех представлений, которые присущи этим ее братьям. Поэтому они ей угрожали. И угрожали, по всей вероятности, настолько серьезно, что она вынуждена была обратиться в социальные службы, которые предоставили ей убежище. И это действительно очень важный момент. И здесь полиция Израиля, конечно, очень быстро, очень оперативно сработала. И спасли, я вам скажу однозначно, практически спасли этой женщине жизнь. Михаил, спасибо большое. Спасибо и продолжайте, так сказать, в том же духе. Поздравления израильской полиции. То есть два успешных, так сказать, мероприятия за последние несколько дней. То есть неделя, итоги недели такие довольно тяжелые. То есть вам, так сказать, не удается отдыхать с утра до вечера. Надеюсь, что, так сказать, вы будете продолжать в том же духе. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что мы беседовали с пресс-секретарем израильской полиции майором Михаилом Зингерманом. Всего доброго, до свидания.